Они все-таки посредники. И, грубо говоря, главный вывод, а мы сделали конкретно анализ, это огромный корпус текстов. Какой хороший город! Как жаль, что из него придется уезжать. Значит, когда это понято, пережить это, что надо пережить. Это шок для старшего поколения. Возникают и неги-технические задания, и на реконструкцию, и на вложение средств, и на запрос средств у главка теперь, так сказать, превращающегося в концерн. Средства у него будут. Потому что выясняется, какого типа задачи все должно начать. Снять климетр. Для охраны гостальной колючка не помогает, во-первых. А во-вторых, зато отсекает из большого уровня. Значит, изменить планировочную структуру, значит, можно вынести технопарк на край, значит, возникают совершенно другие возможности инвестиционного и планировочного развития. Но ядром-то оказывается выяснение самого алгоритма существования и его изменения. Кто-то должен эту работу делать. А социологи не делают эту работу. У них нет какого инструмента. Они работают на фирме большую щитку. То есть нужны какие-то тонкие хирургические инструменты. Мы отрабатывали их довольно много и довольно долго. Еще здесь я хочу обратить ваше внимание. Мы сталкиваемся сегодня с очень сложной обстановкой. В общем, у нашего корпоративного, а город тоже корпорация, у города как муниципалитет, крупный город доступен, заказчика возникла иллюзия, что вообще-то лучше всего нанять западного партнера. Эта кисть, это широко развивается, приводит к одной очень важной и неприятной вещи. Те самые люди, которые, скажем, в Европе, привыкли работать в жесткой системе ограничений правил, в том числе социальных алгоритмов, привыкли там работать с публичным контролем, который в Европе сейчас невероятно силен. В разных штатах, в разных городах, по-разному там нет единой системы. Здесь радостно сбрасывают все это и начинают вписываться в схему вчерашнюю, так сказать, советского градостроительного шаблона, а-ля, так сказать, Тольятти или Набережной Челки. Я был потрясен, когда увидел проект-проект, сделанный директорами для огромного, нового, нового, на той стороне религи. Это вообще-то хулигарство. Это вообще-то хулигарство. Я хочу их делать, ну, в данном случае, это была бы есть пакстерская картинка, станцующая фахна, или варханки, варханки, брошенная на это, потом ее складки превращаются, в замихрение тонировочных каких-то взрослых, никакого уважения, понимания местной ситуации, что гидром так явно может стать гидром развития не слабого, а не только кульмирующего, существующего нового комплекса университета, и, так сказать, выводить на хай-тек связку университета, лаборатории и всего прочего. А тогда совершенно иначе, заставить обсуждать. Если это просто идет вот таким образом, а вообще-то еще. А что, да, этот самый революционный проект новосибирского тоже, появляется вторая опасность, это выход московской колонизации. СУ-155 и так далее, да, выдвигаются в регионы с готовыми пакетами готовых типов решений. Поднимается на месте, а там не московская все равно, но тем не менее очень сильно, и, в общем, парализуя в этом отношении возможности разных городов себя проявлять всерьез, в себе, ну, в ту айтожку, которая им подходит. Это стало осознаваться, недостаточно, но уже стало, а это ведет к тому, что, если только программа, выявил, как все, не с ноги, начинает обрастать. Не только власть, и не только одна власть. Вот я сегодня вечером улетаю в Калининград, где идет очень интересный процесс. Есть корректировка генерального плана, принятая по стратегической схеме мэрии, есть картинка, изображенная от ведомства губернатора, параллельно, альтернативным заказчикам, если тоже городская дума, в которой тихо-то две трети, это укорененный там бизнес, серьезный, не спекулятивный, пошел, убежал, нет, они там надолго и всерьез, их не устраивает та схема, они стремятся выработать, выработать, в том числе, через стратегические игры, втягивающие в себя весь процесс. И бизнес, и университет, и муниципальных чиновников, и свободных чиновников, в этом рисунке генерального технического задания на корректировку генерального плана. Крайне любопытно. И я, так сказать, завершаю здесь еще одним примером живой, всего лишь. Вот за это шла работа с миллионом, миллион с триста, с окружающим, с окружающим, с окружающим. Работа какого-то, с первого риска, использована статья 131-го закона об основе общественного самоуправления, статья о межмуниципальном социуме, взаимодействии. Статья, которая не использовалась, она 10-й. Но привычка к тому, что есть только вертикальные отношения, слишком сильна, и поддерживает все. в окрестных районах. с властей всего типа, с институтаторами, с институтаторами, с институтом сообщества, совместная работа города Челябинска и этих родителей. Сейчас рабочая группа совместная вырабатывает строительство, без этого не спросили, как схемы сотрудничества, концертов, по простым вопросам, вода, льда свежая, площадки большинства, строительства, площадки под вынос промышленных предприятий, ну, ДВО и тому подобное. И это совершенно меняет всю картину будущей девелоперской и проектной работы, потому что выясняется, что можно дешевле, и возникают новые, гораздо более сложные, обменные, баттерные, так сказать, схемы, без которых мы пока не умеем, не можем, да? А в Челябинске рядом копись, от него быстрее до центра в Челябинске, чем Аркадийск. Челябинск не может снести ужасные поселки на месте бывших шахтных городов. Надо перейти людей в социальное жилье. Здесь не может построить социальное жилье, у него нет сейсов. Если Челябинск ходит вместе с ним сюда как инвесторы Челябинска, а власть обеспечивает единые правила игры, да, то возникает возможность, снося эти поселки, строя социальные жилья на хороших местах, строить коммерческие жилья для Челябинска. Пока генплан рисовался на границе, это тоже было, а о московском свидании мы с вами сами знаем. Я запомню стишок в этой речке «Утробарана утонули два барана». Это пока мы имеем ситуацию между Москвой и областью, со всеми злосчастиями, которые всем вам хорошо известны. Значит, я завершаю. Ладное, на мой взгляд, сегодня...